В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Глава региона Баужан Абдюшев инспектирует восстановительные работы в селе Кукпекте. Перекрыт канал наркотрафика в Караганде. Семь шагов к здоровью. Урон, нанесенный весенними паводками в селе Кукпекте, оценен в 1 миллиард сенье. Эту предварительную сумму накануне огласил глава области Баужан Абдюшев. Он лично приехал в Кукпекте, чтобы проверить, как продвигаются восстановительные работы в селе. Амина Смакова с подробностями. Прошло уже 4 дня, как прорвало плотину в селе Кукпекте. Нанесенный ущерб сельчанам сложно оценить. У кого-то больше нет крыши над головой, у кого-то не стало родных и близких, у кого-то погибла вся живность. На сегодняшний день жители села стараются спасти то малое, что уцелело. Стены, хозяйство, огород и даже семейные фотографии спасают все. Вчера уже прошли похороны погибших. Как сообщила Кимоба с журналистом, семьи погибших получили материальную помощь в размере 1 миллиона тенге. А все расходы и организацию траурных церемоний власти взяли на себя. В этот же день Боржан Абдишев зашел в каждый дом, отдавал поручения и лично выслушал все жалобы сельчан. Люди, почувствовав участие со стороны Акима области, даже приободрились и сильно не жаловались, а наоборот, старались показать, насколько они самостоятельно могут решать свои проблемы. А ты сам здесь начнешь? Ну да, что, завещаемые вот это как-то припутали. Да, как бы это. Печку топишь? Ну да. Углез? Постоянно. Углез? Углез, да, еще нормальный углез. Но не все люди были довольны визитом властей. Кто-то из сельчан возмущался. Каждый хотел получить помощь раньше, чем пострадавший сосед. Словесно, вы тоже словесно говорите. Люди же работают, кто вас здоровый. По словам Боржана Абдишева, работы по восстановлению села идут ускоренным темпом. За это время уже 60 домов подключили к электричеству. Целые машины с мусором и другими обломками уезжают ежечасно. В село Кокпекты были брошены силы гражданской обороны и внутренних войск. Вдобавок, отряды волонтеров, состоящие из студентов и других неравнодушных людей, помогают сельчанам. Днем убирают, вытаскивают сушить мебель, а вечером на улицах промышляют мародеры. Жители уже успели доложить об этом Акиму области. Боржан Абдишев тут же приказал, чтобы несколько патрульных машин дежурили по ночам и не позволяли наживаться на трагедии людей. Одной из жительниц глава региона пообещал, что... Сейчас посадим огород, осенью картошку соберем. Люди, дома которых полностью разрушены, были поселены в школе и училище. Рядом с новыми перестанищами расположена большая столовая, где бесплатно раздают еду. Также в Кокпекты уже поступают продукты питания для сельчан. На вопрос, кто все-таки виноват в случившейся трагедии, глава области ответил, что все все узнают в свое время. Все хотят знать, кто виноват, для этого нужно время. Уже созданы специальные комиссии, которые будут проводить расследования и экспертизы. Глава области пообещал, что все, кто виновны, будут наказаны. Также людям будет постепенно возмещен весь ущерб. По предварительным подсчетам, урон по скоту оценен 26 миллионов тенге. Как сказал Бауржан Абдишев, мы весь скот восстановим кому головами, кому деньгами. Имущество же было оценено в один миллиард. Мебель, бытовую технику и многое другое тоже вернут. Определенную часть работы берет областной акимат вместе с районным акиматом. Объем работы для всех будет известен. Определенные виды работы и финансирования это за счет спонсорских. И определенные мы будем просить в правительство, когда эти все суммы определим. Чтобы помочь сельчанам, был создан специальный фонд, куда все неравнодушные люди могут внести любую сумму. Мы создали фонд именно поддержки поселка Кокпикты, пострадавших. Туда уже начали поступать средства. Первые мы однодневную свою заработную плату, все, по сути, и начали перечислять. Начали уже предприятие компаний. Все наладится, уверен Акимобласти. Самое главное – живы здоровы, остальное мы все это видем. В селе Кокпикты продолжаются восстановительные работы. К тому же, сегодня из Астаны в село отправлена гуманитарная помощь. Вещи, продукты и деньги. К осени этого года, как сказал глава региона, село Кокпикты будет восстановлено. Амина Смагова, Олжас Габасов, Бахтеор Испанов, Первый Карагандинский. Потоп в Кокпикты унес жизнь нескольких людей. Поселок приходит в себя. Пострадавшим оказывается помощь. Наша темочная группа узнала состояние одной из пострадавших, которую перевели из реанимации в простую палату. Последствия разрушения дамбы в Кокпикты для жителей села оказались трагичными. Жертвами наводнений стали пять человек. Утонуло около ста голов мелкого и крупного рогатого скота, а также домашние животные. Затоплено сто домов. Напомним, трагедия в поселке Кокпикты произошла в ночь с 31 марта на 1 апреля. Наша съемочная группа узнала о состоянии одной из пострадавших. В настоящее время по-прежнему пока что еще состояние пациентки остается тяжелым и обусловлено дыхательной недостаточностью. Пациентка пребывает в сознании. Витальные функции, заключение функций легких у ней достаточно устойчивые. Проводится респираторная поддержка, лечение пневмонии и других нарушений функций жизненно важных органов. Пациентки будут делать проверочную томографию. Общее состояние больной стабильное. Жазир Адрымова, Габидин Крушпех, Бахтир Успанов, 1-й Карагандинский. Весенний паводок в Карагандинской области на сегодняшний день является главной проблемой. Талые воды затопили 22 дома в рабочем поселке Сортировки. Пострадали не только люди, но и скот. Жители бьют тревогу и просят помощи у власти. На месте происшествия попывала и наша съемочная группа. Эта чрезвычайная ситуация случилась в поселке поздно ночью. Жители и сами не ожидали, что вода может так высоко подняться. Подвалы домов и вовсе переполнены водой. Вся мебель и бытовая техника в один момент стала непригодной. На сегодняшний день созданы специальные комиссии, которые контролируют ситуацию и занимаются организацией помощи пострадавшим жителям. Цифры по материальному ущербу пока подсчитываются. Безусловно, всем будет оказана помощь и восстановительные работы в домах обязательно будут сделаны, заверили власти. После прорыва дамбы в 22.00 сюда начала поступать вода. Было две волны, сразу же на место выехали все наши службы. В настоящий момент производится откачка воды из домов, уборка территории дворов дома. В этом принимают участие не только предприятия района, не только организации, учреждения района. Малый, средний, без также принимают участие волонтеры. По словам заместителя Акима Октябрьского района Алимжана Канаева, жильцам, проживающим в аварийных домах, предоставлены комнаты в общежитиях. На сегодняшний день такую помощь получили 6 человек. Работы в проблемном поселке ведутся в усиленном режиме. В поддержку жильцам пришли и государственные служащие, работники предприятий, учреждения области. Одним словом, все, кто неравнодушен к проблеме рабочего поселка. Ребята, жасатановцы и нуратановцы сегодня собрались и выехали в рабочий поселок сортировки, чтобы оказать помощь. Эта помощь будет неоднократная. Завтра у нас бригада сформирована тоже из 20 человек, которые выйдет в этот поселок и продолжат эту работу. То есть до полного восстановления, потому что сейчас основные работы. Это надо, наверное, привести в порядок дороги и вывести мусор. Пострадавшие жители до сих пор не могут понять, в чем же истинная причина сложившейся ситуации. Кто же все-таки виноват, кого винить и что делать дальше, как жить. Я думаю в том, что с нами случилось, виноваты МЧС и владелец дамбы. Если бы они за неделю нас предупредили, мы бы хотя бы знали и хоть как-то подготовились бы. А теперь уже поздно. Мы, жители этой улицы, думаем именно так. Сейчас созданы бригады из добровольцев, группы волонтеров, которые оказывают помощь пострадавшим жильцам. Кто-то приносит одежду, кто-то продукты и не только. Ну а власти пообещали, что будут держать ситуацию под контролем. Гульнур Жакенко, Ират Рашитов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Департамент внутренних дел Карагандинской области и Управление по борьбе с наркобизнесом перекрыли крупный канал по перевозке и сбыту тяжелых наркотиков в Караганде. В результате специальной операции было изъято около 25 килограммов героина. Пять человек находятся под следствием. Выйти на наркозбитчиков удалось благодаря полученной оперативной информации в ходе расследуемого уголовного дела. Разработка и проведение операции заняло почти три месяца. Тщательность подготовки дала свои результаты. 2 апреля в Шерском районе Карагандинской области на автодороге Балхаш-Караганды у придорожного кафе была задержана автомашина ВАЗ-21114 под управлением 29-летнего безработного жителя Шимкента. В салоне находился напарник, у которого были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1 193 тысячи тенге. Тут же невдалеке был задержан еще один шимкентец 19 лет. В его спортивной сумке находился порошок серо-белого цвета. По результатам экспертизы это оказался героин. Выявлен, локализован канал доставки крупных партий тяжелых видов наркотиков, героин. И изъято более 25 килограмм героин. О серьезности и масштабности проведенной операции говорит простой факт. Так, за 2013 год в области было изъято из незаконного оборота более 270 килограммов наркотических средств. В том числе почти 27 килограммов героина. А за три месяца текущего года уже обнаружено и изъято 190 килограммов наркотических средств и среди них 28 килограммов героина. На черном рынке стоимость изъятого героина оценивается в 450 тысяч долларов США. Это приблизительно 250 тысяч доз. По этому уголовному делу проходят пять человек, жителей Шимкента и Караганды. Двое из подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Всем им грозит лишение свободы на длительные сроки, вплоть до пожизненного заключения. Сергей Высокозов, Айдын Джакан, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Твое долголетие в твоих руках. В преддверии Всемирного дня здоровья в течение месяца проходит марафон «Семь шагов к здоровью», направленный на сохранение и укрепление здоровья населения, пропаганду здорового образа жизни и солидарную ответственность казахстанцев за свое здоровье. Республиканское казенное предприятие «Национальный центр гигиены труда и профзаболеваний» Министерство здравоохранения Казахстана предлагает грагодинцам пройти медицинское обследование. Высококвалифицированные врачи помогут в этом. Национальный центр временно отложил в сторону научной разработки и переквалифицировался в настоящую поликлинику. Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний сегодня проводит день открытых дверей для жителей города Караганды, близлежащих домов, которые могут проверить свое здоровье и могут здесь измерить артериальное давление. И это не все. Караганицев ждет флюорография, электрокардиограмма, общий анализ крови и многие другие обследования на бесплатной основе. Конечно, Национальный центр гигиены труда свою основную работу продолжает. Это исследование приоральской территории, влияние космодрома Байконур на жизнедеятельность людей и много чего другого еще предстоит врачам и ученым изучать в Казахстане, чтобы выдавать рекомендации по улучшению состояния здоровья всех граждан. День здоровья – это одна из форм работы Центра по оздоровлению населения Караганды. Воспользуйтесь случаем и пройдите обследование прямо сегодня. Сергей Высокозов, Айдын Жакан, Бахтия Руспанах, Первый Карагандинский. Ведущий актер театра Станиславского Андрей Марычев должен до 1 августа определиться с основной работой или его уволят. Такое письмо он получил из рук руководства. Что стало причиной такого отношения к своему ценному работнику, узнавал наш корреспондент Николай Кровец. С вами 1 августа 2014 года будет расторгнут трудовой договор. Актер театра Андрей Марычев еще раз читает письмо от своего руководства, которое недовольна тем, что человек работает сразу на две организации и имеет две трудовые книжки. Поэтому ему выдали письмо, где попросили определиться с основной деятельностью. Мы не на шахте работаем, где там 5000 человек народу. Но можно было пригласить в Ковеневской, так и так, Андрюха, ну вот пойми. А мне просто вручили бумагу на день театра, что так в связи там вы нарушаете, причем не указано, чего я нарушаю, вы нарушаете налоговое и трудовое законодательство. Если вы не приведете соответствия, мы у вас 1 августа расторгнут с нами договор. Кроме театра Андрей Марычев трудится в школе искусств номер 2. Здесь он дает уроки игры на гитаре. Терять две любимые работы он не хочет. Во-первых, зарплата в театре очень маленькая, около 40 тысяч в тенге. Во-вторых, Андрей – семейный парень. Ему нужно воспитывать ребенка, а на все нужны деньги. Не хочу работу терять, потому что на одну зарплату я не могу жить, мне совсем мало денег даю в театре. Ну сколько, если не секрет? Да не секрет, 37 тысяч я получаю. Сейчас будет набавка, будет 40. У меня ребенка, сыну 2 года и жена с ним, соответственно, сидит в отпуске по уходу. 40 тысяч мне хватит. В свою очередь, руководство театра заинтересовано в том, чтобы Андрей Марычев продолжал работать на сцене. Он репертуарный артист, играет много ролей в различных спектаклях. В рамках вот этого законодательства от него просят привести просто в соответствие. То есть написать заявление и оставить у нас, допустим, основная деятельность в школе по совместительству. Либо это его право выбрать основное место работы. По словам Нины Качаловой, они могли раствогнуть трудовой договор с Андреем Марычевым уже сегодня. Но дали время, чтобы актер подумал. В настоящий момент многие артисты совмещают работу на сцене с другой деятельностью. Руководство театра всегда идет навстречу своим творческим людям. Всем известно, что зарплата актерская очень низкая, но прожить практически достойно на эту зарплату очень сложно, особенно молодым, да и в принципе старшему поколению это действительно. Поэтому никаких препятствий в работе наших актеров или других сотрудников театра, на других работах театр никогда, ни в какие времена не ставил эти препятствия. Вроде все понятно. Актер театра Андрей Марычев просто должен выбрать основную работу. И вопрос, как обещают руководства театра, будет решен положительно. Николай Кровец, Кабиденко Ружбеков, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Молодые исполнители Карагандинской школы искусств номер 2 с победой вернулись с ежегодного республиканского фестиваля Гульшуак. Атмосферу радости юные домбристы и пианисты привезли из Алматы в шахтерскую столицу. О своих впечатлениях от фестиваля они прямо на вокзале поделились с нашим корреспондентом. Алматинский поезд без опоздания прибыл в Караганду. На платформе уже собрались родители и преподаватели школы искусств номер 2. Кто больше волновался родителей, педагоги или конкурсанты, было не очень понятно. Приподнятое настроение было у всех. Вот она, торжественная встреча, заслуженные цветы и радость поздравлений. Все наши конкурсанты – дебютанты в выступлениях на таком серьезном фестивале. Среди более чем 100 участников со всех городов Казахстана наша четверка заняла места не ниже третьего. Выступали наши инструменталисты-домбристы, участники наши. Они все взяли у нас призовые места, вернулись с кубками. У нас лауреаты второй, третьей премии. Сичанова Айганам, Алим Кул Диас, Хаир Берлина Куралай и Вичканова Виктория. Первый триумф, хоть и маленький, запоминается на всю жизнь. Мне очень понравилось, там все хорошо играли, там очень красиво было. А что ты играла? Я играла чешскую песню и танец. Тебе аплодировали? Да. Много? Да. Би скричали? Нет. Ответ честный, но у этих маленьких исполнителей все впереди. И крики «Браво», и автографы, и, может быть, фанаты. Главное – сохранить любовь к музыке. На фестивале ребят поддерживали педагоги Марина Теневаева и Сулай Калиева. Их стараниями маленькие исполнители не теряли присутствия духа. Куралай Каир Берлиной жребий выпало выступать в 48-й. Можно было и перегореть, дожидаясь очереди, но Куралай не растерялась и просто готовилась к выступлению. Исполнили очень известные кюи. Все исполнили их очень отлично, хорошо. Все звучали очень классно. Только восторженные отзывы слышны из уст ребят. Они свое отволновались. Мне было очень интересно, там было все хорошо. Я исполнила Афиса и Курала. Все было очень хорошо, но чуть-чуть было волнение, и все было хорошо. Мы показали свое мастерство и получили третье место. А вот из твоих соперников тебе кто-то понравился как исполнитель? Ну, все хорошо играли. Будем считать, что это заявка на будущее. Караганда дала немало интересных музыкантов. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Пахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Карагандинский государственный университет имени Букетова организовал республиканскую олимпиаду по начальной военной подготовке среди учащихся вузов. Чтобы показать свою подготовку в деле обороны страны, собрались молодые бойцы из всех городов республики. Наша съемочная группа тоже взялась за автоматы. Факультет физической культуры и спорта данного университета не первый год проводит столь масштабную олимпиаду. Участники из таких городов, как Шемкент, Алдыкурган, Павладар и Туркестан показывали высокую военную подготовку и старались доказать, что для своей страны готовы на любой подвиг. Целью проведения соревнований является воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, говорят организаторы. В программе предметной олимпиады включена военизированная эстафета, где наши студенты покажут свою физическую подготовку, ловкость, умение стрелять из пневматической винтовки и оказание до врачебной помощи. В программу олимпиады также были включены тестирования по методике преподавания начально-военной подготовки и были проведены устные опросы по Уставу Вооруженных сил Республики Казахстан. Здесь проверялись не только теоретические знания, но и оценивалась физическая подготовка ребят. Студенты же говорят, что предметные олимпиады, особенно начально-военная подготовка, имеют огромное значение для будущего нашего государства. Мы представляем Павлодарский государственный педагогический институт, учусь на втором курсе. На этих соревнованиях участвую второй год. В прошлом году заняли второе место, думаю, это приложили все усилия. Коргу имени Букетова оснащена хорошей базой, чтобы проводить такие соревнования, предметную олимпиаду. В этом году, думаю, тоже приложим все усилия занять хорошее место и Павлодар вернуться с местом. Конечно, если уже сегодня готовить будущих защитников Отечества, дать им качественное образование, то, безусловно, завтра именно они с оружием в руках самоотверженно будут защищать любимую родину. Гульнур Жакен, Олжас Гапасов, Бахтяр, Успанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Спасибо за внимание. Аман Сауболумстер. Редактор субтитров А.Семкин